Не прошло и три дня после перелета, как юные хоккеисты вновь на родной ледовой арене. Итог всероссийского турнира – Кубок Третьяка – серебро. И для начала это достойный результат. Среди 12 сильнейших команд страны – наши парни вторые. Хоккеисты уже провели работу над ошибками и оценили, где нужно поднажать. Мы, наверное, плохо начали. Потом они нам начали забивать, мы, наверное, расслабились. Потом мы забили один гол и потом они еще один забили. Юные скифы поставили цель – попасть призеры и попали. Накануне всероссийского турнира в середине весны парни играли товарищеский матч с московским «Спартаком». Заслуженный билет на Кубок Третьяка наши получили благодаря выигранному Кубку СФО. Я попросил просто настроиться на эту игру, потому что эта игра за первое место в группе. Соответственно, она дает минимум второе место. Вот. Мальчишки поняли. Все. Потому что, ну, я вижу, все глаза горят. В финальной игре с московской красной машиной хоть победу и не одержали, но поборолись достойно. Есть куда расти. И зубы наши парни-хоккеисты еще покажут. Если мы не будем играть с сильными командами, мы никогда не станем сильными. Нам нужно всегда партнеры более сильные, чтобы было стремление. И рано или поздно ребята получат такой навык уже, который им даст даже морально не бояться никого играть за Алтайский край, представлять Алтайский край. В свою очередь тренерский состав отмечает. Ребята уже подтянули технику, и это весьма за короткий срок. Скифы планируют и дальше набирать обороты. Спортивная злость и желание побеждать у мальчишек в крови. Для этого все есть на нашей базе. Самое главное – лед, условия, тренерский состав. Опять же, огромное спасибо, потому что не только я работал, все мальчишки с 13-м годом работали, все какую-то частичку вложили, как и менеджер нас. Поэтому будем развиваться. Дай Бог, все получится. Сейчас упорные тренировки на результат идут полным ходом. Впереди большие планы. Сборы в Горный Алтай и подготовка к чемпионату России. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком.